всем доброе утро кто меня смотрит утром всем остальным приятного времени суток всем привет привет хочу пожелать вам всем сразу отличной недели заваривайте себе кофейку кто что пьет расслабляйтесь сегодня мы с вами будем смотреть интересный такой расклад который предложил александр невский правда немножко в другой как этот другом не формате как-то по-другому просто звучал этот раз в другой интерпретации будем смотреть сегодня на колоде таро сумасшедшего дома на колоде как называется забыла тами шамана логинова так на колоде и тим вот такая рубашка и на дополнительных карточках которая есть метафорических картах на них написаны отдельно глаголы я решила их тоже сегодня использовать так глаголы вот видите маленькие здесь абсолютно разные я даже не знаю их все вот но мы тоже будем использовать а тема зачем я живу какова моя цель хочу сразу сказать что мы смотрим в разрезе момента мы здесь и сейчас всегда я не буду делать сигнификацию я сразу буду отвечать на вопрос имеется ввиду что это общий все-таки расклад и я даже не понимаю как вам может отозваться или нет потому что ну как понять что это мое или нет ну наверное где-то где-то внутри чисто и интуитивно вы сможете это понять потому что подтверждение какого-то такого вот я не смогу вам дать сегодня то есть процессе пока я с вами разговариваю как вы понимаете да и миша и колоды я заодно настраиваюсь и стараюсь понять о чем о чем пойдет речь что что говорить тоже здесь скорее всего не в общем слово такое одно достаточно абстрактное да зачем я живу скорее всего здесь какой-то конкретный этап вашей жизни не в общем потому что на самом деле смысл жизни это совершенствование нашей души поэтому на этом может уйти ни одно воплощение и каким образом мы это делаем это единственный смысл по крайней мере для меня вас они могут быть свои так кажется перемешали достаточно давайте я знать как сделал вы прям по каждой позиции выложу по одной карте кто мы посмотрим зачем я живу какова моя цель значит первая позиция зачем я живу вторая и третья и какова моя цель зачем я живу и какова моя цель ладно здесь пускай будет три карты так они выпали зачем я живу какова моя цель так а уберу эту колоду суда посмотрим по всем зачем я живу и какова моя цель на момент здесь и сейчас нам всегда смотрим может все меняется зачем я живу какова моя цель что ж такое какова моя цель так интересно что получится прям любопытно зачем я живу вы подумаете да пока я это делаю для себя за интересно зачем же я живу вот ну а наверное на этой колоде я буду дополнять если что я не буду ее выкладывать так и мы сделаем вот так эти позиции отодвинем и будем смотреть с вами так позиция номер один значит зачем я живу какова моя цель а здесь три карты было да зачем я живу какова моя цель знаете глаголы сразу начну с глагола почему улыбаясь потому что один глагол пишет конфликтовать да на вопрос зачем я живу для конфликтов вот какова моя цель дружба да то есть научиться дружить здесь сразу причем на конфликтность выпадает аркан справедливости да ладно давайте по порядку как карты всегда в синхроне говорят зрители на какие бы колоды ни были итак зачем я живу зачем я живу но здесь выпадает аркан справедливости здесь вы просто познаете дуальность этого мира зачем вы живете для того чтобы познать для того чтобы вообще вопрос справедливости да вот познание в данном случае что же есть для вас справедливость что есть двойственный мир до в котором мы живем крайности какие-то для чего для того чтобы знать вот здесь если с философской точки зрения то вы просто проживаете жизнь в разных ее ситуациях и познаете дуальность этого мира это один момент другой момент для чего для того чтобы проработать свою карму аркан справедливости это всегда про причинно-следственной связи что посеять что и пожнешь то есть для чего вы живете вы живете потому что отрабатываете либо получаете если это в плюс опять-таки в дуальности да то что ранее сели в этой жизни в прошлой жизни вы живете для того чтобы принимать какие-то правильные верные решения под следствием выбора либо пересмотра разных мнений для того чтобы понять что мир он такой знаете достаточно изобилен и он может давать много разных вариантов уметь правильно выбрать тот вариант который вам нужен давайте я еще утащил потому что такой достаточно серьезный и аркан справедливости знаете хочется сказать для того чтобы прийти вот именно какой-то вот такой и идеального познания своей души почему потому что справедливость это очень такая достаточно холодная и жестокая сила то есть уметь отрезать то что он уже отжила до давать как-то вот где знаете нет чтобы наказание наказание хорошее слово а вот здесь вот именно по заслугам получать то что ты действительно заслужил такой достаточно серьезный урок о чем здесь нам говорит справедливость ну сразу туз монет выпадает туз пиндакли о чем справедливость о том чтобы вы могли все свои знания да все свои все свое изобилие которое вы получаете свыше чтобы вы могли это все заземлять причем здесь очень много разных шансов возможности которые вам дается и вы должны научиться их реализовывать вы должны научиться их материализовывать без каких-либо знаете вот фильтров того что а получится не получится вот как будто бы без сомнения с точной уверенностью что если вам это дается это дается свыше это нужно реализовывать хотите вы этого или нет да здесь вот какие-то прибывает две такие силы знаете одна сила изобилия такая вот богатство плодородия другая такая сила достаточно холодная достаточно правильная достаточно такая знаете по закону не про земным законам а именно божественным по законам мироздания вот здесь присутствует в некой степени такой знаете как будто бы момент служения тоже да то есть ты не то чтобы ты не имеешь права свободы выбора а здесь вот как будто вы знаете вот вас ведут и вы должны это делать хотите вы или нет боитесь или нет то есть чувство что вы ешь ли являетесь знаете как будто бы таким каналом до спум через который мир материи спускается дух вот как будто бы через вас работают какие-то силы и вы их просто пропускаете вы должны это делать вы вы не можете отказаться вы я не знаю как вам здесь объяснить здесь одна энергия такая знаете цветущая пахнущая энергия природы энергия мира которые нас окружают а другая энергия такая знаете холодная но справедливая именно то есть там где нужно быть милосердным вы будете там где нужно быть строгим вы будете там где нужно помиловать вы это сделаете простите не сможете как-то вот объяснить поведение мотивы другого человека а там где нужно быть жестким отрезать пресечь что-то такое знаете вот как-то наказать даже в какой-то а осече какого-то поставить человека другого на место вы это сделаете и при этом как соединяются эти две энергии через это то есть вам как будто бы идея приходит сверху о том как себя вести на вы здесь здесь туз кубков здесь знаете полное погружение в свои какие-то ощущения состояния здесь вы познаете мир вот мир дуальности только в том случае когда вы прислушиваетесь к своей интуиции которая выражается через ваше тело здесь как будто бы вот этими весами справедливости является ваше тело когда вам что-то нравится вы это чувствуете в теле она расслабляется она наслаждается то есть вот вот все ли здесь все через тело познается ваша интуиция это не то что какой-то голос вам говорит либо какая-то мысль а здесь вот ощущение идут через ваше тело ваше тело подсказывает если она где-то устала но вам скажет если где-то зажимы это с чем-то вот здесь психосоматика у вас очень хорошо срабатывает вы должны быть более наблюдательными более внимательными к своим знаком сигналом который подает вам ваше тело то есть как будто бы состояние не эмоция а состояние ощущения они как знаете как как какой-то луч света свыше но чтобы его услышать заметить вы это отмечаете через тело вы это проживаете через тело любое ваше несовершенство любой ваш промах какой-то возможно где-то неправильный путь который вы берете вы это ощущаете сразу в теле тело вам сразу подсказывает может быть более какие-то начинает там не знаю головные там давление по то есть тело ваше она сразу вам показывает туда ли вы идете или нет то ли вы делаете или нет так зачем я живу да поэтому аркану для того чтобы познать этот мир то есть вы этот мир познаете причем здесь не просто вы его познаете вы еще как будто бы с помощью каких-то своих талантов способностей вы служите этому миру через вас идет какое-то служение через вас идет вы как будто бы каналом каким-то являетесь да с 1 с одной стороны вот знание здесь очень хорошая связь ах для тех для тех кто любит говорить высшие силы вот эти вот все название хорошая связь с небом не хорошая связь с мирозданием с тем что свыше что больше с каким-то творением здесь вы хорошо пропускаете потоки через себя энергию через себя поэтому с одной стороны вы живете для того чтобы помочь да как там вселенной да то есть как как часть этой вселенной у которой есть свои задачи и она это законы мироздания как-то через себя пропускает и передает другим а с другой стороны то есть вы как часть мироздания и вы как отдельная единица вы как раз таки познаете этот мир на то есть здесь вот двойственность с одной стороны я независимая самостоятельная единица с другой стороны вот этот вот единица является частью чего-то большего да вот здесь такой момент и поэтому глагол конфликтовать и здесь очень уместен в контексте того что через конфликты через разрушение через какую-то агрессию вот здесь как раз таки по справедливость да она идет через активность вы понимаете как выравнивать да как приходить к балансу вот к дружбе в дальнейшем на то что здесь глагол прописан то есть ваше оружие конфликтность недовольство опять таки это то что вы чувствуете внутри себя несправедливость не удовлетворенность да вот какая-то борьба от вас сам внутренняя борьба это ваш инструмент да вот это вот конфликтность ссора агрессия бунтарство борьба это вот все ваши инструменты благодаря которым вы познаете вот вы через марсианскую какую-то такую активную энергию вы познаете этот мир вы обретаете смысл как раз таки именно через марсианскую огненную силу так здесь что карты говорят надо зачем я живу они обе перевернутся переверну зачем я живу с одной стороны страстная любовь с другой стороны аркан абсолютное спокойствие вот смотрите казалось бы да с одной стороны меня одолевают эмоции переживания да то что у нас вышло здесь по тузу кубков а с другой стороны спокойствие в контексте абсолютное спокойствие как аркан силы здесь потому что здесь девушка рядом лев да то есть она заходит вот в прайм этот на кальвам и ничего не боится до полное спокойствие безопасность безопасность то есть присутствует некая такая дуальность да и между эмоциями между активностью между ощущениями и с другой стороны нужно прийти наоборот балансу как к состоянию безопасности уверенности расслабленности здесь вот ощущение того что вас как будто бы учат понимать что есть сила для вас что есть вот это вот внутренний ваш ресурс как можно проявить такие качества то есть вы живете для того чтобы если мы говорим допустим про добродетели которые нужно познать ваше душе в данном в данном воплощении ну либо на данном этапе то это однозначно смелость это однозначно спокойствие потому что это все должно привести вас к целостности спокойствие уверенность это тоже про силу храбрость отсюда вот этот вот конфликта решительность здесь знаете если вы по характеру такой достаточно пассивный человек не конфликтный то как раз таки вам и говорят о том что здесь на данном этапе вам не хватает решительности вам не хватает смелости и поэтому все ситуации которые у вас будут сейчас то есть я не рассматриваю вообще вашу жизнь а именно в моменте сейчас вам нужно научиться быть более смелым вам нужно научиться быть более решительным и вам это как раз таки в этом скорее всего поможет страстная любовь здесь ощущение того что полностью именно тема взаимоотношений на данный момент она для вас актуальна несовесимо того есть она у вас или нет но вот отношения здесь между мужчин и женщин они вам очень важны потому что через них вы сможете познать вот эти вот качество знаете уверенность уверенности в своем выборе смелости то есть как ни странно именно в отношениях вы познаете марсианскую энергию не мужскую женскую если вы женщина но при этом такой знаете вот уверенность я выбрала этого человека и я буду с ним да то есть я не буду сомневаться мой это или нет то есть знаете как будто бы когда вы несете ответственность за свой выбор и исходя из этого ваше сейчас вы как-то знаете более смелыми становитесь в своей жизни то есть у вас потому что присутствует вот неспокойствие то что вышло это то что вы должны познать потому что у вас присутствует вот это вот неуверенность неспокойствие мне неспокойно на душе почему потому что вы не уверены постоянно в своем выборе вот вы его вроде бы делаете а потом смотрите со стороны сомневаетесь а может быть не надо было и вот вам как раз вот это говорят о том что на этом вы тратите свою силу а вам надо быть более решительны более уверены окей я сделал это выбор я его буду отстаивать я буду верить в него да может быть допустим выбрали мужчину да где-то он может ошибаться да где-то он может поступать не так как вы хотите но вы его выбрали да здесь будете как будто бы уверены в нем что он сможет а здесь получается так что когда все хорошо вы в нем уверены а потом когда он может в чем-то оступиться вы начинаете сомневаться это вопрос здесь почему мы говорим про любовь потому что в страстной любви вы можете именно проявить себя да там присутствует какая-то связь и вот эти вот связи они держат вас для того чтобы не соскочили с урока для того чтобы вы научились получать те качества которые вам необходимы поэтому если ваши жизни бывают зависимые отношения не надо их ну как-то вот бояться они даны вам для того чтобы вы выработали в себе какие-то определенные качества то есть на данный момент ну то есть для вас тема партнерства вообще она очень важна и если ну как бы так сказать вот у каждого человека есть своя сфера ценностей да которая для него важна вот для вас важно партнерство здесь знаете могут проходить люди под воздушного знака зодиака весы к примеру вот им очень важно вот это вот изобилие да богатство партнерство поддержка и вот эти вот качества чтобы их получить вам для этого нужен партнер для этого вам приводит того человека в котором вы ну условно говоря влюбляетесь очень страстно и у вас идет какая-то такая завязка когда вы не можете вот этого уйти человека до тех пор пока вы не получите тех навыков которые вам необходимы а навыки я вам уже сказала какие качества вам не хватает поэтому сейчас на данный момент зачем я живу для того чтобы познать вот эту страстную любовь и в этой любви отработать те качества которые вот я уже ранее озвучила я просто в потоке говорю я не помню то что я озвучила вот а если мы смотрим какова моя цель на данный момент вот как раз таки тройка же слов она и говорит о дальнейшем пути о развитии о тех дверях которые вам открываются да какая ваша цель идти дальше идти в развитие уметь как раз таки принимать решения и сделать тот шаг на пути к своей какой-то цели то есть вот это вот нерешительность неуверенность нужны мне отношения не нужны нужно мне партнерство или нет тот ли со мной партнер или нет будет ли так как я то есть вот это вот понимаете вам не хватает как бы как это называется неуверенность а вот как мне показывают какой-то столб как это я не могу это перевести на какое-то слово по-другому как-то мне надо чтоб мне показали опора вот вам нужно быть более как это устаканившимся внутренняя опора внутренний стержень вот думаю что же мне показывать не могу понять у вас должен быть внутренний стержень непоколебимый то есть невзирая на внешние какие-то факторы а у вас получается так немножко фактор внешне изменился и вы как флюгер по-другому стали ну развернулись в другую сторону а вот вам надо быть иметь вот это внутреннее стержень и опираться на него а не на внешнюю критику мнение других людей поведение другого человека то есть вот вот это вот все это лишнее ваша цель идти вот то что я говорила да вашу душу развивают идти дальше в развитии в гармонию с миром вот вас как раз таки смотрите гармония гармония с миром и дружба какова ваша цель ваша цель научиться дружить с миром и вы сможете это сделать только тогда когда у вас будет очень как бы так сказать стабильная система ценностей когда непоколебимы вот вот слово да то есть непоколебимы когда вы будете опираться именно на себя на понимание вот этих законов мироздания которые вы изучаете либо с которыми вам нужно будет познакомиться по справедливости и понимать да то есть сейчас если я поступлю вот так я получу вот такой результат и либо если со мной происходит вот это значит когда-то в прошлом я посеял что-то другое и вот это вот понимание законов они вас как будто бы расслабляют и когда вы расслаблены вы начинаете доверять вы доверяете себе вы доверяете миру и вот этот вот вопрос дружбы он поможет вам дальше двигаться а сейчас вы как будто бы не двигаетесь вы как маятник колеблетесь туда-сюда вы не можете определиться со своим каким-то путем как следствие вы не можете двигаться вы не можете двигаться вы не развиваетесь вы вроде бы движение есть потому что оно не то чтобы статично оно как маятник да Вроде бы оно движется, но оно не продвигается. Движется, но не продвигается. Поэтому ваша цель – научиться двигаться дальше. Научиться двигаться именно как-то сгармонизированно, либо в балансе с миром. То есть понимать, что когда-то, когда вам что-то не дают, это время, это пауза, она дана для чего-то другого. Вам нужно сесть и понять, а для чего мне дана эта пауза, например. Что-то, может быть, переосмыслить, не желать двигаться. Вам нужно научиться быть в ритме, в ритмах мира, то есть в ритмах природы. Весна для чего-то одного, а лето дана для отдыха. К примеру, осень, чтобы собирать урожай. Зима для того, чтобы произошло какое-то перерождение в вашем сознании. То есть вам надо быть, то, что мы говорим, в потоке. И для этого вам и дан туз кубков, для этого вам дана интуиция, для этого вам дан инструмент ваше тело, которое вам подсказывало, что если вам, например, холодно, вам не хватает теплоты, значит, вам не хватает какого-то внимания. Что я могу сделать для того, чтобы получить это? Какое внимание, в первую очередь, я могу дать себе? Я могу дать своему телу? Я могу дать своим эмоциям? Я могу дать своим мыслям? То есть понимание вот этих трех уровней, тело, эмоции, астрального плана, ментального плана и мыслей, то есть на энергетическом уровне, на ментальном и на физическом. Вот эти три мира. Если вы постоянно будете держать гармонию, гармонии, да, и не уходить в какой-то перекос, какие-то дисбалансы, вы будете очень быстро развиваться. И для этого вам и даются как раз вот эти знания. И для этого вам и дается конфликт, как здесь, как глагол, да, как понимание того, что через конфликт, то есть где вы видите какой-то конфликт, не состыковка, это борьба, это отсутствие вот этой гармонии, отсутствие дружбы. Вы не дружите сейчас. Как какой-то уровень в вас, он сейчас не дружит с миром, и вы его должны будете как-то изменить. На момент здесь и сейчас такая информация. Позиция номер два. Красненький камешек. Значит, у нас вот так было, да. Зачем я живу? Какова моя цель? Так, и так. Зачем я живу? И какова моя цель? Зачем я живу? Какова моя цель? Интересный, интересный такой момент, да. Так, давайте я сделаю. В прямой, да. Зачем я живу на данный момент? Смотрите, выпал поджезлов. Здесь поджезлов. По-другому никак не проинтерпретируешь, да. Стоит мужчина и разговаривает по телефону, и рядом горшок, и в нем маленький росток. То есть это начальная энергия. Зачем я живу? Для того, чтобы, знаете, как-то хочется сказать, для того, чтобы общаться. Для общения, для коммуникации, для взаимодействия. Здесь ощущение того, что вы, ну, общительный человек. Если вы таковым не являетесь, по крайней мере, на данный момент. Помним, да, мы все. Я всегда смотрю в разрезе момента сейчас. Завтра все может поменяться. Вчера было по-другому. То есть на данный момент, зачем вы живете, да? Вы нуждаетесь в общении, вы нуждаетесь в внимании, вы нуждаетесь как-то вот в взаимодействии, в какой-то активности. Вы нуждаетесь в каких-то энергиях, знаете, вот как-то игры, но не с хорошей точки зрения, да? То есть сходил сюда, поговорил с этим, связался с другим человеком, пообщался там, здесь ответил на комментарии, там посмотрел. Такая, знаете, вот активность, активность. То есть через эту активность вы как будто бы ощущаете себя живым человеком. Здесь вот эта вот искра, ощущение искры жизни. Здесь мне очень холодно на самом деле на данный момент. И вот ощущение того, что вы как будто бы замерзли, и вам не хватает вот этой вот искры, чтобы согреться. Поэтому зачем вы живете вот сейчас на данный момент, да? Я бы сказала, чтобы запустить в себе вот этот вот огонек, да? Чтобы как-то научиться жить, активничать для каких-то, чтобы совершать какие-то действия, да? Для того, чтобы получить вот здесь какие-то шансы новые, возможности. Здесь очень много коммуникации проходит. Глагол, который здесь выпал, да? Удовлетворять. То есть зачем вы живете? У вас есть какое-то удовлетворение, да? Ну, то есть необходимое. И здесь вот на этой карте, в прямой позиции, да? Вот это вот, называется раболепие. Такое ощущение, что здесь две карты, да? Две карты. Наслаждение. И выпала карта наслаждения и раболепия. Вот теперь смотрите, как это все связано между собой. Для чего вы живете? Вы живете как раз для того, чтобы удовлетворять все наслаждения, для того, чтобы получить наслаждение, удовольствие от мира. Почему? Потому что на данный момент вам этого не хватает. Почему? Потому что у вас есть вот это вот раболепие, да? Я слово такое бы даже никогда не использовала в своем лексиконе, но вот карта выпала. Здесь изображена голая такая женщина, да? И мужская рука, которая к ней тянется, и она отворачивается. Но из-за того, что на нее здесь, на шее, есть как некий такой ошейник, да? Который ее удерживает. Ну, напоминает здесь, такие, знаете, какой-то вот формат именно рабства и такой, в кавычках, сексуального рабства, да? Когда я такой бесправный человек, когда у меня нет прав на свободное какое-то вот существование, да? Когда я вынужден что-то делать. И поэтому для чего вы живете? Вот вам как раз-таки нужно научиться получать удовольствие от жизни, наслаждение от жизни, но не через вот это вот раболепие, да? Через прислуживание, через услугу, как мальчик на побегушках для других людей. А именно, возможно, научиться наслаждаться через общение, через коммуникацию, через выстраивание каких-то дружеских отношений. То есть вам нужно взаимодействовать с людьми и при этом научиться получать удовольствие просто потому, что вы есть. Не потому, что вы кому-то прислуживаете, не потому, что вы кому-то преклоняетесь, вы очень удобны для другого человека, да? То есть вы как будто бы выслуживаетесь, либо хотите заслужить что-то, вот это вот какое-то удовольствие. Вам нужно, вы живете для того, чтобы получать наслаждение, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, и в том числе от секса. Особенно если вы женщины, да? Вы должны... Слово «должны» не красиво, но я другое сейчас не могу придумать, потому что в потоке мне хочется просто сказать и не фильтровать. Слова, которые я использую. Поэтому не обращайте на это внимание. Вы не должны. А здесь для чего вы живете? Для того, чтобы познать, вот знаете, свою красоту, прелесть сексуальной близости и удовольствие для себя. Не вы даете удовлетворять, не вы удовлетворяете потребности своего партнера, а вы наслаждаетесь процессом. И вот от этого изобилия наслаждения, да, глядя на вас, то, как вы удовлетворены, удовлетворены, наслаждены, наполнены. Вам это нравится. Партнер получает от вас тоже удовольствие. То есть вы не выслуживаетесь, вы не заслуживаете, вы не делаете то, что хочет партнер, вы делаете то, что хотите вы. Я не случайно сказала сексуальную энергию, потому что здесь две карты такие, где есть процесс именно вот соити сексуального акта. И вот это вот сексуальный акт, он не случайно, то есть здесь секс и пожезлов не случайно выпал. Жезловая масть, она всегда ассоциируется и очень гармонично с сексом. Почему? Потому что секс с удовольствием, наслаждением, это то, что порождает жизнь. А жизнь – это огонь, это импульс. Поэтому сексуальная энергия на самом деле, она очень благостная. в ней нету похоти и извращения. Это те моменты наслаждения, удовольствия, да, даже тот же самый оргазм, он приближает именно к состоянию блаженства, да, в том состоянии, которое созвучно именно нашему Творцу. Поэтому ваша цель, даже не цель, а зачем вы живете? Для того, чтобы сейчас момент, чтобы вы научились получать удовольствие, удовольствие от себя, удовольствие от жизни. Не потому, что вам нужно что-то сделать для этого, а просто вам нужно научиться получать, славливать кайф от жизни, потому что вы просто есть. Вы не заслужили, вам не надо что-то делать для другого, как бы донести эту мысль. Здесь очень такой глубокий момент. Я неоднократно говорила о цветках. Цветок, даже роза шипами, либо даже тот же самый кактус, он есть. Он есть, и он важен. Не важно для чего, то есть здесь не про смысл. Все, что есть в мире, оно имеет свое определенное место. И если чего-то нету, то что-то должно встать на это место. То есть пустое место, как говорится, свято не бывает. Здесь надо, если вы есть, и вы занимаете это место в этом мире, значит в этом есть какой-то смысл. И не надо себя как-то вот занижать. Здесь ощущение того, что вы как будто бы себя занижаете, что для того, чтобы получить наслаждение, для того, чтобы чему-то порадоваться, я должен это заслужить. Вот здесь вот это вот слово, оно все равно у меня проходит. Вот это вот раболепие, да, я как раб. То есть я не хозяин своей жизни. Вам показывают, что вы хозяин. И как раз таки потому, что вы хозяин, либо хозяйка своей жизни, вы вправе наслаждаться все время. То есть здесь нету каких-то временных ограничений, либо каких-то ситуаций, когда вы можете наслаждаться, а когда нет. Вы есть, и это прекрасно. И вас сейчас учат как раз таки вот этому удовольствию, наслаждению самим собой. Просто потому, что вы есть. Не потому, что вы чего-то достигли, не потому, что там красивые, либо наоборот некрасивые, заслужили. Нет, просто вы есть, ваша душа есть. И в этом есть какой-то смысл. сейчас по-другому скажу, потому что мне кажется, что кто-то, кому-то из вас кажется, то, что я говорю, это банальные вещи. Но типа я и так это знаю, и ты мне ничего нового не говоришь, безусловно. Но знаете, когда ты находишься в потоке, представьте, что вы находитесь в каком-то экстазе. И вот вам нужно этот экстаз описать. Это очень сложно. Поэтому даже те слова, которые я подбираю сейчас, они никак не могут описать вот это вот изящество, вот это вот прелесть, тонкость, узоры, красоту вашей души, что вот если бы вы ее просто увидели, насколько если бы это было возможно, вы бы больше никогда в жизни не разрешили себе вставать на колени в прямом и в переносном смысле для того, чтобы как-то вот выпрашивать вымаливать какие-то частички, вот какие-то крупицы этого удовольствия, вы бы настолько восхитились собой, настолько бы полюбили, искренне полюбили себя, что ваше поведение бы, оно изменилось. То есть ваша задача сейчас заключается в том, чтобы вы научились любить себя. Попадает семерка мечей. Смотрите, для чего я живу. Жизнь — это игра. Здесь изображены два героя, которые играют, но у них есть третий сумасшедший, который собрал и головы, да, подмышки и хочет уйти. Этот аркану достаточно в трактовке здесь многогоранен. смысл в чем заключается. Жизнь — это игра. И одним везет в игре, а другие проигрывают. И здесь те, кто проигрывают, они хотят понять, что за фишка у того человека, кто постоянно выигрывает, почему он выигрывает, что большего есть у него, что нет у меня. Но суть заключается в том, что ты никогда не сможешь залезть в голову другого человека и понять, что у него там скрывается, каким образом, что он думает, как он устроен, почему он выигрывает. То есть ты не можешь взять, своровать его голову, да, и удача не станет на твоей стороне. Тебе нужно просто понять, что это игра, да, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Намного проще относиться к этому. Но здесь настолько идет привязанность, вот эта зависимость, да, от этого азарта, от этой игры. Я хочу победить, я хочу быть первым, что все средства и все способы хороши. Какое это имеет отношение к тому, что мы говорили про удовлетворение? Вот здесь как раз-таки тот момент, что вот ваше раболепие, вы никогда не, даже если вы захотите получить какого-то партнера, либо какую-то, я не знаю, какое-то свое желание реализовать, вы никогда не сможете понять, каким образом вселенная вам это дает, каким образом вы сможете это притянуть, что скрывается в голове у вашего партнера, как он думает. То есть даже если вы украдете его голову, проанализируете то, что делает в принципе НЛП, практики НЛП, нейролигуистического программирования, они берут успешных людей и стараются воссоздать модель того, как этот человек стал успешен у другого человека, но при этом забывая о том, что каждый человек индивидуальный. Ты не можешь, ты можешь украсть идею, но ты ее не сможешь реализовать так, как она была задумана у первоисточника, у того, кто ее придумал, понимаете. Каждый может нарисовать одну и ту же картину, но каждый ее будет нарисовать исходя из своего поведения, культуры, воспитания, опыта, убеждений и так далее, и так далее. То есть вот эти вот факторы, они создают в вас как некую такую индивидуальность, непохожую. То, что я говорила, вы такие уникальные сами по себе. не старайтесь быть похожим на кого-то другого, не старайтесь угодить другому человеку, не используйте эту хитрость. Почему? Потому что здесь у нас выпадает в позиции «зачем я живу?» удовлетворенность, а в позиции «какова моя цель?» «как я могу получить эту удовлетворенность?» у вас выпадает глагол «манипулировать». Так вот о чем здесь говорит мы постепенно переходим к позиции «какова моя цель?» То есть да, я хочу научиться получать удовольствие от жизни, я хочу получать удовлетворение, наслаждение, но я хочу это сделать каким-то хитрым способом. И вот здесь как раз выпадает глагол «манипулировать». Мне кажется, что если я буду манипулировать, и в данном случае, если здесь особенно женщины, то если я буду угождать этому мужчине, он меня оценит, то здесь человек с заниженной самооценкой. Ну ладно, я сейчас не буду про психологию, то есть меня оценят, особенно если есть здесь любовные треугольники, я буду самой лучшей любовницей, я буду ему готовить, я буду давать ему идеальный секс, все, лишь бы он выбрал меня. Почему? Потому что я не верю в то, что я достойна, я не верю, что я ценна, и поэтому я буду делать все, чтобы выбрали меня. и выбор меня, другого человека, он дает мне некое такое самоутверждение. То есть здесь идет удовлетворение через хитрость, через манипулирование. Почему? Потому что я не верю в то, что я значим сам по себе вот просто априори просто из-за того, что я живу, да, просто потому, что моя душа есть, моя душа такая же, как и душа других людей, не хуже и не лучше, да, у нее свой путь, да, у нее свои какие-то моменты, которые она должна прожить, но она ни в коем случае не хуже. И вот здесь вот вопрос ценности себя у вас всплывает, и вы это сможете понять, насколько вы себе позволяете наслаждаться, насколько вы себе разрешаете чего-либо, насколько вы получаете удовлетворение от жизни, насколько вы удовлетворены или нет, это и есть тот момент, то есть вот для этого, вы знаете, в первой позиции были другие качества, у вас вот эти качества, которые вы должны себе проработать, поэтому всегда будет предательство, всегда будут какие-то треугольники, всегда будут какие-то, какое-то унижение, хамство, оскорбление, если вы задаетесь этими вопросами, почему я проигрываю жертву, вот почему вы ее проигрываете, потому что вам нужно научиться получать удовольствие и наслаждение от жизни, потому что вы есть, не потому что вы кому-то выслуживаетесь, а потому что вы есть, и до тех пор, пока вы не начинаете себя оценить, вы будете жертвой, а когда вы не получаете то, что вы хотите здесь как манипулятор, вы будете переходить в позицию агрессора, внутри вы будете неудовлетворены, вы будете злиться, вы будете обижаться, вы будете как-то игнорировать, молчать, То есть как средство манипуляции. Теперь я хоть понимаю двойки, почему такие карты у вас выпадают. Дальше идем. Какова ваша цель? Да, удовольствие вы поняли, наслаждение. Зачем вы живете? А какова ваша цель? Король чаш и двойка педакли. Король чаш, он как раз и говорит про любовь, про наслаждение, про удовольствие. Ну и конечно же как персонаж, как фигура, человек, который обтекаемый. Человек, который создает комфортную такую атмосферу, удобную, теплую, приятную. Где отсутствует конкретика, потому что вода до тех пор, пока она теплая. Если смотреть под микроскопом, она не имеет решетки. Замерзшая вода, лед холодный, под микроскопом смотришь, там такая решетка. То есть все конкретно стабильное. Поэтому замерзшая вода, она стабильная. А здесь все про текучесть, здесь все про гибкость, здесь нету стабильности. И в чем ваша цель? Ваша цель как раз и познать вот это вот удовольствие, наслаждение, о котором мы говорили. Либо через отношения вот с таким кубковым королем. Либо, если вы мужчиной смотрите, да, то стать именно, либо женщиной. Такой мягкой, покладистой, ждущей, ожидающей, всепрощающей, понимающей и так далее, и так далее. Именно познать. То есть вот такие люди, они помогают вам познать наслаждение, удовольствие. Но вы к этим людям привязываетесь. И вот здесь вот вам нужно понять, что да, я могу получать эти удовольствия, я могу получать это наслаждение. Но привязываться к другому человеку мне не нужно. Потому что не другой человек мне это дает. А я рядом с другим человеком ощущаю. Значит, это есть внутри меня. Вот, не знаю, если вы уловили сейчас эту суть, для этого вам и дают такие отношения, в которых вы можете ощутить полностью всю гамму эмоций, переживаний. Да вообще, даже помимо отношений в жизни, чтобы вы поняли, что это есть внутри вас. И не взирая на другого человека. Вы это можете и без другого человека почувствовать. Просто рядом с другим человеком это больше активируется. Это больше вы ощущаете. Для вас это более яснее и понятнее, более ярче вы это все проживаете. Поэтому цель. Как я это смогу получить? Через манипуляции, конечно же. Двойка педакли говорит о балансе. Вот как раз и баланс, да, двойка педакли. Здесь и нужно прийти вот к этой гармонии. Что да, я, как ваша задача, да, я должна, либо я могу научиться проживать вот эти все приятные аспекты состояния, но при этом не привязываться. Вот задача. Как сделать так, да? То есть мне хорошо, комфортно. Это может быть к еде. Все, что вам приносит наслаждение. Это не только человек. Но при этом не привязываться. А у нас как? Я получила удовольствие? Мне хорошо. Чем опасны наркотические, наркотическая зависимость? То, что она приносит себе удовольствие временное, но при этом желание снова это получить, желание снова это ощутить, желание снова это прожить. И здесь у нас как раз таки и получается вот эта вот привязанность. А вам нужно научиться всему тому, что я говорила ранее, и при этом не привязываться к этому. То есть легко уметь это отпустить. Понимаете, какой сложный урок на самом деле. То есть все время быть в наслаждении, но в удовольствии, в эфории некой, но в экстазе. Но при этом не привязываться. Что если вам кто-то скажет, что вы больше никогда это не почувствуете, у вас должно быть спокойно на душе. Вы скажете, окей, нет, так нет. Есть хорошо, нету тоже хорошо. То есть вас этому учит. А у вас тот, кто, знаете, как кошка, кто погладит, кто приголубит, вот там и привязываюсь. А вот этого не надо делать. Какова моя цель? Здесь даже, понимаете, здесь я сказала манипулирование, здесь раболепие. И вот это какова моя цель? Карта называется план насилия. То есть плохо здесь видно. Здесь вот армия и человек, которого готовы мучить как-то для того, чтобы получить что-то, что нужно. План насилия. То есть как я буду? Скорбь какая-то, переживание. Вы придумаете, наверное, ваше насилие. А эта карта опустошенность. Вот то, что я и говорила, да, как вы можете достичь. Пока, пока как-то, ну, ваш способ достижения этого удовлетворения идет через насилие. В данном случае самонасилие. Вы не по отношению к другому человеку, себя. Когда вы входите в позицию агрессора. Вот. И карта вот опустошенности говорит как раз-таки о том, что, знаете, вот сначала я наполнена этими эмоциями, а потом предмет моей зависимости уходит, и я чувствую свою какую-то опустошенность, ненужность, никчемность. То есть, вот, ну, здесь вот такой сценарий. Больше мне здесь сказать нечего. Я надеюсь, вы поняли, да, на данном этапе. Мы говорим на данном этапе. Если вы осознаете вот этот сценарий, да, и уберете свой фокус внимания жертвы на целостность, именно на состояние своей души, ну, то есть это намного выше. Это не какой-то вот, не то, как вы смотрите сейчас, да. Это вот именно про состояние. Оно должно быть с вами всегда. Так. Такая у нас была вторая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер три. Зеленому камешку. Так, троечки. Здесь у нас... Так, как она была? Вот так. Значит, зачем я живу? Какова моя цель? Зачем я живу? Какова моя цель? Перевернутая. Зачем я живу? Какова моя цель? Так, поставлю. Так, начинаем. Зачем я живу? Драться. Смотрите. Глагол. Драться. Ну, вы видите, в зеркальном отражении, поэтому наоборот. Глагол драться выпадает в башню. А это? А это... Отождествление с умом. Пока я поняла, как здесь написано. Отождествление с умом. Угу. Драться борьба. Зачем вы живете? На данном этапе... Да, серьезный такой момент. Знаете? Сражаться. Для того, чтобы что-то разрушить сейчас. Причем, это разрушение здесь, оно может быть двоякое. С одной стороны, я могу сказать, что вам нужно что-либо разрушить. И вы это понимаете с умом. А с другой стороны, вам нужно как раз-таки, как подсказка, разрушить свое отождествление с умом. То есть, когда вы понимаете, что вы ум, то есть это то, что вами управляет, вы это ваши мысли, то, как вы мыслите, на основе мысли вы действуете. То есть, если ваш подход вот такой, свое отождествление, что я, если вас спросить, кто вы, вы начинаете говорить, я это, и дальше идут разные прилагательные, либо там какие-то описания, именно рецательные, то это как раз-таки вот есть ваш ум, ваше отождествление с вашими субличностями, с вашими масками, которые вы носите. А вам нужно понять, что это не вы. То есть, вы это то, что есть внутри вас, что не нуждается в описании. Потому что любое описательное слово, это от ума. Это как раз-таки отождествление себя с чем-либо. И оно нужно нам только для того, чтобы взаимодействовать во внешнем мире. То есть, если вот вы сидите сам с собой наедине, либо сама с собой наедине, задайтесь вопросом, нужно ли вам объяснять самой себе, кто вы есть. Кто вы, что вы. Вы даже имени своего по отношению к себе не используете. Потому что имя, оно дано для того, чтобы вас отличать в толпе. Для того, чтобы понимать, как вам обращаться. Вы же сами себе не будете говорить, привет там, Элени, как твои дела. Вы же так с собой не ведете. То есть, вы понимаете, кто вы есть. Вам это не нужно. Если вы представите, что вы живете на необитаемом острове, где нет людей, то очень много масок упадет, спадет. Почему? Потому что эти маски нужны субличности для взаимодействия. То есть, я мама, я выполняю такую роль. Либо я таролог, я выполняю такую роль. Это нужно для других людей. Для вас это не нужно. Внутри себя вы четко понимаете, кто вы есть. Вы не можете это описать. Нету слова, которое бы описало то, что вы есть. Даже душа, это очень узко для того, что вы есть. Потому что любое имя, любое название – это придание формы некой, я даже не знаю, как вам это сказать, некой энергии. Поэтому, когда вы что-то, чем-то обозначиваете, каким-то именем, это сразу обретает формы. То, что есть внутри вас, оно не имеет формы, потому что оно бесконечное. В нем нету конца и края. В любой форме есть начало и есть конец. У всех вещей есть начало, есть конец. У вашей души нету конца и нету края. Значит, у вас нету имени. У вас нету того, что может вас описать. Поэтому, если вы заглянете внутрь себя, вы поймете, кто вы, потому что вам не надо описывать. Вы знаете, это я. Но, опять-таки, даже я – это для понимания других. Для себя вы не будете говорить, что это я. Вы знаете, что это вы. То есть, знаете, это некое такое яснознание без подтверждения извне определенного. Поэтому для чего вы живете? Вы живете сейчас для того, чтобы понять, что вы не являетесь вот этот ум. Вы не отождествляете себя со всеми вот этими субличностями, ролями, описаниями, названиями, которыми вы себя обозначаете. И как только вы это поймете, вы расслабитесь, вы поймете, что вам не надо драться, вам не надо сражаться, вам не надо ничего разрушать, вам не надо никак сопротивляться. То есть, сейчас вам нужно именно вот это осознание, кто вы есть. То есть, даже если бы мы обозначили, что мы являемся частичкой света, нужно ли свету за что-то сражаться, нужно ли свету с чем-то бороться? Нет. Но он борется и сражается только лишь потому, что он находится в теле. И в этом теле есть убеждения, которые, правила, да, некие, которые нам с детства говорили, что выживает только сильнейший. За все надо бороться, за все надо сражаться. И куча таких установок и правил. Когда вы принимаете себя, вот именно то, что не имеет имени, и смотрите на любую ситуацию, через эту призму, вы будете совершать абсолютно другие действия, противоположные от тех действий, которые вы совершаете, когда вы находитесь в уме. Когда вы что-то анализируете, когда вы хотите проконтролировать, когда вы хотите в чем-то разобраться, что-то понять. И вот эта вот постоянная драка, постоянное сражение, для чего вы живете? Для того, чтобы на данный момент все разрушать. А в данном случае разрушить именно то, что создает наш ум, то, что создает ваш ум именно в материальном плане. И здесь вам, знаете, хочется сказать, что зачем вам разрушать то, что вам не нравится, когда с помощью того же самого ума вы можете научиться создавать то, что вы хотите. Для этого вам нужно переключиться, делать акцент не на том, что вас не удовлетворяет, а на позитивном, на то, что я хочу. Наблюдайте за своей речью, как вы выражаете то, что вы думаете. Почему наблюдаем за речью? Потому что речь у нас идет во внешний мир, взаимодействуя с другими людьми. Пока вы думаете, вы свои мысли не можете отследить. Но эти мысли, они то, как вы мыслите, вы так и говорите. Поэтому наблюдайте за своей речью, насколько она деструктивная, насколько она сфокусирована на том, чего вы не хотите. Научитесь использовать свой ум, свою силу, не для того, чтобы сопротивляться, не для того, чтобы драться, не для того, чтобы бороться, сражаться, не соглашаться, разрушать. То есть все эти деструктивные слова, а на то, что вы хотите. Говорите то, чего вы хотите. говорите о том как вы хотите но через позитив а не через негатив поэтому ваша задача сейчас здесь очень много неудовлетворения и при этом вот это неудовлетворение она идет от силы вашего мышления здесь не случайно отождествление с умом это очень большая сила когда вы себя отождествляете с умом но чтобы это не разрушать и вам это показывает что ваша сила на данный момент вот то как вы себя отождествляете то как вы себя воспринимаете она разрушительная она негативная и здесь не надо ничего менять там что-то там от чего-то избавляться а надо переключить свое внимание надо сделать абсолютно противоположное вы живете для того чтобы понять этот урок зачем вы живете четверка мечей неоднократно в третьей позиции выпадает четверка мечей я уже не знаю нужно ли здесь трактовать по именно этой колоде она смотрите синхронизм какой очень интересный отождествление сумма это внизу до карта а здесь идет карта которая она такая двойная подсознание то есть здесь получается неосознанное а здесь именно сознательные какие-то моменты и то же самое у нас опять-таки такое же горизонтальное разделение здесь сон а здесь уже я здесь фантазии здесь взаимодействие с нашим бессознательным а здесь именно осознанный момент где присутствует ум так вот для чего вы живете для того чтобы научиться разделять знаете вот какую-то иллюзию от реальности реальность как правило это стабильные это статичные вещи которые не развиваются например это кровать либо это я не знаю стол это факт то что является фактом это есть реальность иллюзия этого ваше восприятие этой реальности почему она иллюзии потому что она искаженная почему она искаженная потому что она воспринимается через наши органы восприятия они не идеальны и они могут играть с нами разную злую шутку почему мы про это говорим вы можете посмотреть так как вы смотрите на меня вы можете одеть розовые очки либо голубые и тогда я вам не буду казаться в таких а стенках моя стена не будет белой она будет розовой и казалось бы стена какая была такая осталась но ваше восприятие изменилось потому что внешние какие-то факторы повлияли на ваше восприятие и эти факторы они всегда присутствуют будь то это звуковые какие-то будь это я не знаю какие-то вкусовые либо тактильные наши органы восприятия они несовершенны и поэтому мы и говорим о том что здесь иллюзия и в данном случае вам как раз таки нужно разобраться насколько отождествление вас вашим умом приносит вам вот это вот иллюзию либо вы находитесь в реальности а реальность здесь под кроватью меч она очень болезненная почему потому что то что вы ожидаете это что есть на самом деле может случиться так что это не состыковывается и это может вас разочаровать и вот это вот ваше разочарование но может причинить вам боль и вы скорее всего можете сражаться за что-то за какие-то свои убеждения за какие-то свои взгляды потому что чисто субъективно они кажутся вам правильным верным но они приносят вам боль потому что нету спокойствие в душе и вот зачем вы живете для того чтобы в каждой позиции так интересно в вашем случае как раз таки познать что есть реальность а что есть иллюзия почему и в каких моментах реальность меня не удовлетворяет чем она меня не удовлетворяет почему мне больно когда я создаю какие-то иллюзии и потом в них разочаровываюсь а с другой стороны с помощью силы у вас есть огромная сила вашего ума с помощью этой силы вы сможете создавать как бы так сказать не то чтобы реальность если вы умеете создавать иллюзию но при этом вы создаете иллюзию негативную который вам причиняет боль научитесь создавать иллюзию который будет приносить вам удовольствие в любом случае жить в реальности это давайте я не буду категорично но скажу что способность каждого из нас в некоторых моментах и на не совсем большой промежуток времени то есть постоянно 24 на 7 жить в реальности мы не можем потому что у нас существует мозг мозг он создает иллюзию да потому что если наши органы восприятия для того чтобы жить в реальности мы должны быть постоянно сфокусированы на на том что воспринимают наши органы восприятия как то как наш мозг это интерпретирует это и не буду сейчас в это в 20 более подробно но коль вы создаете иллюзию создайте ту иллюзию которая вам нравится создайте тот мир который вы хотите в котором вам было бы комфортно в котором вам было бы удобно но имейте ввиду что существует лет то есть да вы будете это создавать но задайтесь вопросом существует ли развитие то есть для чего в той иллюзии в которой вы создаете либо которую с помощью которой вы взаимодействуете с миром присутствует ли развитие здесь очень глубокий такой урок на самом деле не знаю всем ли он подвластен смотрите пятерка мечей опять-таки про неудовлетворение пятерки у нас всегда говорят про урок здесь человек который ударяет руку об стекло стекло разбивается и он причиняет себе боль за ним находится без который что ему говорит он говорит посмотри посмотри на себя в зеркало что ты видишь тебе не нравится это же сумасшедший до дом сумасшедшего тебе не нравится то сумасшедшие которые ты видишь да что ты хочешь сделать ты хочешь его ударить да посмотри он агрессивный он агрессирует на тебя но при этом поскольку это сумасшедший не дает себе отчет что это его отражение что он делает он да ты смотришь на меня, разговаривает со своим отражением в зеркале. Он говорит, да, ты смотришь на меня, ты на меня сейчас хочется сказать быкуешь? Слэнгом, да? То есть кто ты такой? И вот чем больше он агрессирует перед зеркалом, тем больше агрессирует его отражение. И в какой-то момент он не может себя сдержать, потому что бес его подталкивает и говорит, да, да, ударь его, сделай, причини ему больно, покажи, кто тут главный. И он начинает бить стекло, и разбивая это зеркало, он получает ранение, он сам себя травмирует. Знаете, как это? Членовредительства. Вредит сам себе, у него кровь, кровь на руках. И он не понимает, то есть как так? С одной стороны, я выметаю всю эту агрессию на кого? На зеркало. На зеркало, я вижу вот это свое страшное отражение, я начинаю с ним бороться, я ударяю и причиняю еще себе больше боли и вреда. Так вот это вот пятерка мечей, очень такой болезненный аркан в прекрасном, в прекрасной отрисовке и смысловой нагрузке этого аркана, он как раз таки и говорит о том, что ту иллюзию, которую вы создаете на данный момент, через негатив, через деструктив. Она причиняет вам боль, и при этом вы не осознаете, что вы ее создали. Чем больше вы создаете негатива, чем больше вы на нем акцентируетесь, тем больше оно причиняет вам боль, оно причиняет вам рану. И это все связано с тем, что вы отождествляете себя с умом, вы отождествляете себя с какими-то своими убеждениями, своими какими-то мировоззрениями и мир вам эти мировоззрения ваши взгляды он вам показывает он вам отзеркаливает и вам это не нравится вам становится больного начинаете еще больше бороться с этим и борьба сама на вас обестачивает в конечном итоге вы в недоумении почему за что почему со мной так это очень больно причина в уме причина в уме в том что вы создали и вот вы живете для того чтобы понять что есть реальность что есть иллюзия и то как устроен ваш ум для чего я не говорю что он плохой ум хороший но здесь нужно понять в чем в чем его функция что он делает здесь очень такое глубокое понятие зачем вы живете разбираем вопрос какова моя цель на данный момент окей мы поняли с чем живет выпадает королева жезлов здесь перевернутый аркан ненавистью смотрите опять выпадает ненависть ненависть там драка здесь ненависть какова ваша цель и добывать глакол добывать ненависть королевы жезлов королева жезлов независимая яркая коммуникабельная архетип знаете человека храброго человека достаточно позитивного но при этом умалчивающего о своих каких-то слабостях о том что где-то что-то не договаривает где-то что-то скрывает в данном случае здесь мы можем взять этот архетип как человека именно добытчика потому что глагол добывать а архетип королева жезлов у нас краски как бизнес-леди да то есть я возможно вынуждена быть добытчиком стать добытчиком да и при этом здесь ненависть и я это ненавижу мне не нравится я хотела бы быть возможно там кубковой королевы да либо маленькой девочки неважно кем-то другим но таким я стала таким я сейчас на данный момент либо таким я стал мужчина таким каким я стал здесь присутствует лицемерие здесь присутствует вот эти вот недомолвки хитрости манипуляции я это не люблю в себе и потом вспоминайте вот это вот пятерку мечей то что я вот показала тем как он разбивает зеркало и ранен свою руку вы ненавидите вы ненавидите себя за то что вам не хватает смелости за то что вам не хватает вот вы за те маски которые вы носите вы себя ненавидите она маски носите почему потому что так вот решает ум потому что вы видите себя через призму земного какого-то воплощения да то есть вы не видите вы не воспринимаете себя как душу которая воплотилась для того чтобы совершенствовать себя для того чтобы познать себя для того чтобы действительно стать идеальной вы этого не видите вот здесь как раз таки хочется сказать знаете надо смотреть на себя иначе надо смотреть на себя по-другому в контексте именно того что вы являетесь душой которая воплотилась для получения опыта как-то знаете немножко проще здесь очень сильно заземлились здесь очень сильно знаете как то вот думаете вы придаете много сил и материи а материя без духа она ничто то есть вам нужно понять что ваш урок ваша задача познать одухотворенную материю материя которая без духа она не имеет никакого смысла и вот вам это нужно сначала первично найти в себе понять что не ум вами управляет а душа она первична ум он исполнитель и как-то знаете вот свои установки перенастроить на на то чтобы он служил вашей душе а не для того чтобы это было все отдельно душа отдельно ум отдельно я понимаю что я говорю сейчас такие сложные какие-то вещи как задача но и запрос был непростым на расклад и вы у меня по третьей позиции люди которые знаете души достаточно такие но про продвинутые вам вам это если это ваш урок она вам это по по силе вы это сможете какова ваша цель сейчас королева пендакли это я говорила о том чтобы понять и осознать что материя должна быть садах утворена они материя сама по себе и вот королева пендакли это карта про изобилие про богатство про приумножение приумножение в материальном плане как мы это можем сделать как мы можем приумножить наш расширить свой материальный план королева педакли это водная часть земли то есть в ней присутствует стихия земли и присутствует стихия воды то есть это и душа вода и это и земля и материальный план то есть вам не нужно быть исключительно материально то есть королева а педакли заботливая такая мама которую который в руках все ладится то есть материальный мир подчиняется ей на то есть она заботится она убирает дом чистота подчиняется ей ее рукам то что она делает она очищает и здесь это чисто метафорично я не говорю что вы стали королевой педакли ну то есть домохозяйка не про это а чисто метафорично что именно воде именно женской природе женскому подходу именно состоянию души должна подчиняться материя если вы зарабатываете деньги здесь нужен больше акцент делать на состоянии вашей души что это приходит на ваше состояние что такая знаете вот хозяйственность преданность каким-то своим делам своим каким-то идеям достижения уверенность стабильность спокойствие расслабленность то есть архетипы королевой педакли это те качества которые помогут вам не жезловость не огненность да не не активность а я бы сказала такая знаете более размеренность более практичность как-то более приспособленность не гигей полетел и все такое нет а здесь немножко другой подход вам нужно для того чтобы прийти к той цели которая вам необходимо у вас очень много огня очень много марса а что нужно спрашиваю какие стихии а нужен верховный жрец а нужен гера фанта нужно другое понимание рафан да это наместник бога на земле это тот который получает божественное озарение передает другим людям то есть смысл архетипа заключается в том что это той человек который имеет связь имеет связь с душой он помнит про это и он про это периодически напоминает другим людям на через передачу информации но по каким-то причинам вы забываете это для себя другим вы про это можете говорить что касается вас вы это забываете о том что у вас есть связь о том что вы и душа вот здесь акцент нужно сделать на это больше на что вы душа как душа может поступать сейчас как душа не голова душа интуиция так вот такая у меня была чтобы вам королева педакли перекроет третья позиция не знаю насколько вам этот расклад понравился или нет вздыхая почему потому что таких раскладах я ощущаю такую энергию которая умом не понять нету таких слов нету таких схем которые могли бы описать эти состояния и у меня это на самом деле очень огорчает почему потому что я понимаю насколько он он ограничен в передаче информации но при этом знаете вот состояние чувствую мне кажется что когда я говорю из этого состояния это все понятно а когда я переслушиваю думаю больше я в тот момент чувствовал намного больше того о чем сказала просто не могла подобрать нужные слова потому что нету таких слов я не могу описать те состояния которые я переживаю потому что не все подается логике не все подается объяснению вот такой у меня был расклад для вас хочу пожелать вам хочется сказать светлых дорог путей открытых дорог открытых путей счастья гармонии с собой наслаждения баланса удовольствия и решительности проживать эту жизнь так как хочет ваша душа а я с вами прощаюсь всем вам отличной недели пока пока